Ребята, всем доброе воскресное утро! Начинаем наши традиционные разговоры на завтрак. Я вот хотела только что сказать книжные, но потом поняла, что у нас сегодня тема-то сериальная, а вовсе не книжная. Мы продолжаем октябрьскую традицию и не готовим на завтраке. Теперь я вообще не знаю, когда мы будем готовить. Я сижу на правильном питании, а Светлана Валерьевна сидит на маленьком питании. Нам что-то приготовить вместе очень сложно. Но мы посмотрим, я думаю, в декабре мы выкрутимся. Раф. У меня раф тыквенный. Лавандовый. Очень вкусный. Холодный, поскольку дома дали отопление и дома жарко. С вами, кстати говоря, Светлана. Это я. И Екатерина. Это я. Мы... Ну, блин, Катя читает, но дело в том, что я, наверное, с конца сентября, вот как я в Москве что-то там последнее читала, я не прочитала ни строчки. Вот просто, ребят, реально ни одной строчки я даже книжку не открывала. И у нас из-за этого на паузу встала запись, меня заставили это читать, потому что я просто не могу продолжить читать книжку. Не потому что мне не читали еще что-то. Я дело в том, что приняла окончательное решение, что я уже наконец-то, вот как я разделалась с официальной работой, да, теперь я разделаюсь наконец-то с бухгалтерией, и мне надо все вот эти вот бухгалтерские дела передать другим бухгалтерам, которые будут вести эти ИП-шки. И я немножко вот в такой вот запарке. Я надеюсь, что когда я все это к концу октября, ну, скажем честно, к концу октября не получится, наверное, это сделать. Ну, хотя бы большую часть. Большую часть уже, да, но хотя бы за ноябрь я уже со всем этим разберусь, и потом я чувствую, что я уйду в какой-нибудь читательский запой. Но мы вначале сказали, а это и есть самое начало, как будто это уже конец видео. Да. Мы сегодня с вами поговорим о сериалах. Вот сериалы у меня сейчас совершенно замечательно идут. Вечерочком пару серий, разгрузить мозг, переключиться на что-то другое от бухгалтерии, я прям с огромнейшим удовольствием. Я вот смотрю на список, мы здесь, получается, один сериал, который мы посмотрели, вернее, я посмотрела, Катя в процессе слилась. Три сериала, да, три, нет, четыре сериала, нет, три, на двоих три получается. Три сериала, которые мы не досмотрели и приняли жёсткое решение, что их бросить. И ещё у нас тут четыре или пять сериалов, которые мы в ближайшее время будем смотреть, и все они тем или иным образом завязаны. Триллеры, мистика, вот что-то такое. Что-то осеннее. Да, что-то осеннее, что-то мрачное, что-то депрессивное. Давайте начнём с тех сериалов, которые мы не досмотрели. Вы, кстати, обязательно делитесь, какие сейчас сериалы смотрите и что из мистических сериалов ждёте. Сейчас же самое время мистику смотреть. Я так понимаю, мы начнём с Райана Мёрфи, да? Начнём с Райана Мёрфи. Разочарование этого года практически. Этот человек, на которого я всегда возлагала огромнейшие надежды на его сериалы, я их всегда смотрела с превеликим удовольствием. И даже последние сезоны «Американской истории ужасов», которые уже были, знаете ли, так себе. Последний сезон, только последний. Последние сезоны «Американской истории ужасов» были так себе. Самый последний, который выходил, вернее, уже предпоследний в прошлом году. Двойной сеанс. Я даже не досмотрела. И я чувствую, что с этим сезоном, который у нас посвящён Нью-Йорку, случится то же самое. Мы посмотрели две серии. Я могу сказать честно, это настолько скучно и нудно. Я, во-первых, не понимаю, почему этот проект, ну, может, потом это и раскроется, но на данный момент я не понимаю, почему этот проект находится в «Американской истории ужасов». Потому что это просто какая-то американская социальная история. Никаких ужасов там пока ещё нет. Это вот прям реально социалочка. И он очень скучно снят. И дело в том, что у Райана Мёрфи, получается, одновременно практически вышло три проекта. Это «Даммер», «История монстра», «Наблюдатель». И это вот этот сезон «Американской истории». И тем или иным образом они очень сильно тематически друг на друга похожи. «Наблюдателя» мы вчера посмотрели две серии. Это история о семье, которые переезжают в новый дом и начинают получать письма. С угрозой. И как нам рассказали, что всего этих писем они получат четыре? Но это в реальной жизни. В реальной жизни. А как будет что-то будет в сериале непонятно? Короче, реальная история закончилась на том, что людям просто прислали четыре письма с угрозами. Всё. И они уже из этого дома сразу-то и уехали. Я не знаю, что можно показывать на восемь серий. То ли восемь, то ли семь, не помню. Но две первые – это ещё скучнее, чем «Американская история ужасов». Но, на мой взгляд, это снято всё-таки чуть-чуть получше, чем «Американская история ужасов». Здесь очень сильный актёрский состав. Мы очень обрадовались, когда увидели Дженнифер Кулич. Наша любимая дамочка в леопардовых платьях и шубах из двух девиц на мели. И на этом, наверное, всё. Да, приятные впечатления на этом закончились. Верро играет. Я её очень давно не видела, но от того, что она играет там, там настолько глупо выглядят отсылки к «Ребёнку Розмари» во второй серии, что ты сидишь и думаешь «Нафига? Просто зачем?» И у меня от этих двух проектов, именно от «Американской истории», от «Наблюдателя», у меня ощущение чёткое, что Райан Мёрфи уже снимает настолько проторенный материал. Если в каких-то сезонах «Американская история» это была очень забавная фишка, как в слэшере, да, про 80-е, то здесь это выглядит, это настолько вот вторично, вторичного и вторичное. Причём самого Райана Мёрфи. И это тоже. И вот новый сезон «Американской истории», я вообще не понимаю, зачем нам в очередной раз показывать Нью-Йорк 80-х. Вообще вся эта тема, она была давно уже пережита фильмами в 90-е. И как бы и тут же была поза недавно, и недавно поза закончилась, а там у нас 80-е и Нью-Йорк. Но я, получается, что «Американской истории ужасов» я даю ещё один шанс, третью серию мы точно посмотрим. Один серия шанс, одна серия. И после третьей определимся окончательно. А вот «Наблюдателю» нет. Эти две серии – это было настоящее мучение. Хотелось вот выключить, закрыть глаза и забыть, что это когда-либо было. Ну и самый интересный вот из этих трёх проектов – это, конечно же, «Даммер». Вот этот сериал мне понравился очень, но он настолько тяжёлый, он настолько давящий, тревожный. Я вот некоторые серии, некоторые моменты ты смотришь через силу, но оторваться совершенно невозможно. Хотя Катя оторвалась. Мне кажется, после третьей серии ты… Нет, после первой. После первой, да. А я помню, что ты ещё вторую, третью смотрела. Я просто физически присутствовала рядом, но в телефоне. Я не смогла это смотреть, мне было очень тяжело. Но Эван Питерс просто гениальный актёр, ничего не могу сказать. Мне немножко обидно за Питерса. Вот он как застрял, да, вот в этих ролях каких-то маньяков, вот что-то такое вот негативное он в себе несёт. А он очень хороший актёр. Я бы хотела увидеть его в каких-то более позитивных. Они есть у него такие роли, но их прям, ну, очень и очень мало. Но самое забавное, что после «Даммера» я на Эвана Питерса ещё долго не смогу смотреть спокойно. Просто он настолько слился со своим персонажем. Я вот недавно Кате говорю, что, блин, мне так тяжело на него было смотреть. Он так вжился в роль. Катя мне говорит, ну, Эвану Питерсу, наверное, было ещё тяжелее. Но на самом деле я не представляю, когда актёры, да, вот на себя такие роли примеряют, с ними сживаются, как потом из этого вот психологического состояния выйти. Это ж надо реабилитацию проходить. Ну, может, он и проходит. Но Питерс, может быть. Питерс, конечно, просто вот он в очередной раз доказывает, что он совершенно гениален. Я надеюсь, что его вот этот труд как-то... Оценят. Оценят, да, и он будет номинирован там как минимум на «Золотой глобус», хотя бы ему просто так уже эту статуэтку дала, чтобы не мучился человек. Единственное, что в «Дамере» мне показалось немножко затянутое повествование. Вот можно было на две серии сократить, и было бы чуть-чуть подинамичнее. У нас есть сериал, с которым мнение, может, не категорически разошлось, но я сериал хочу досмотреть, а Света слилась в этот раз. Мне кажется, что категорически разошлось. Раз я не хочу досматривать, а ты хочешь, категоричнее уже нет. Ну, как правило, если мы что-то смотрим вместе, досматриваем, либо не досматриваем вместе, а такое редко. Во-первых, это проект Майка Фленнегана. В этой осени вышел его новый сериал «Клуб полуночников», где действие разворачивается в хосписи. Это 90-е. И в этом хосписи находятся дети, подростки. И каждый вечер они тайно собираются в библиотеке и рассказывают друг другу страшилки. Завязка ведь интересная, правда? Да, завязка просто потрясающая. При этом в этих страшилках, ну, это абсолютно логично, каждый вкладывает чуточку своей настоящей истории. И вот мне очень интересно, как это всё в итоге закончится. И меня, правда, смущает момент, что сериал вроде бы как продлили на второй сезон. Я бы очень хотела, чтобы в конце последней серии мне вот все точечки над «и» расставили. Что Свете не понравилось, а я думаю, что это и есть фишка сериала, и как бы Фленаган это делал специально. Это подростки, 90-е. Да, некоторые их истории скучные, но это же не значит, что каждый подросток, рассказывающий ночью историю, мастер ужаса. Нет, дети разные, люди разные. Чья-то история будет реально крутая, чья-то история будет более скучная, чья-то история, может быть, будет более специфическая. Например, там есть мальчик, который всё время рассказывает про каких-то маньяков, и когда нам его показывают истории, главные роли этих маньяков играет он сам. Этот момент меня очень смущает, с учётом того, что сам он в этом клубе полуночников, такой милый, добрый мальчик, общительный. Ну, получается, сколько серий посмотрели? Шесть или семь. Шесть или семь серий. И вот я могу сказать, что для Флэннегана, которого я тоже очень-очень люблю и уважаю, на данный момент... Шесть. ...очень поверхностный проект. Ну, после полуночной Мессы это действительно так. Да, я от его Мессы в совершенном восторге. Я считаю, что, в принципе, вот за последние годы Месса – это один из лучших мистических проектов. Да. Она меня зацепила своими диалогами, и вот именно теми моментами, когда вот практически ничего не происходит, просто сидят два человека и разговаривают. И ты, когда слушаешь их разговор, у тебя начинают мурашки вот по спине бежать, и где-то волоски дыбом становиться, потому что ты осознаёшь, о чём, да, говорят эти люди вообще, о чём они рассуждают. И очень многие мысли там вот прям... Я их соотносила с собой. Здесь я ничего не могу подобного выделить в диалогах. Здесь их тоже много, этих диалогов. Но для меня они... Да, возможно, именно потому, что это подростки, у них нет вот этой ещё там базы, фундамента, глубины, да. Но я не могу... Мне не нравится. Вот просто категорически не нравится. Я тебе это расскажу. Вдруг тебе в конце понравится. Про первую серию вот эти же шутеечки. Фленаган не любит скримеры, его за это ругают. И он оторвался. И он в первой серии этого сериала оторвался. Вот тут я реально орала. Но дело в том, что по итогу он с этими скримерами просто пережал. Они один за другим, как начинаются, они вот таким вот комом идут. И ты вроде как первый раз заорал, второй раз третий. А потом там просто орут, и ты уже смотришь на них выпученными глазами и ждёшь, когда этот ор закончится. Я расстроена. И я расстроена, что Фленаган вторым сезоном заинтересовался именно этим сериалом. Вообще я жду, в следующем году выйдет. Падение Думашеров. Когда будет, да, экранизация вот это. Вот я расстроена. И там тоже будет много его постоянных актёров. И в принципе, получается, вот сколько мы... Мы друг за другом посмотрели «Клуб полуночников», «Американскую историю», вот это вот что там ещё, «Наблюдателя». Нет, «Даммер» хороший сериал, я его не считаю. И вот друг за другом одно скучное всё шло. Я с огромнейшим предвкушением жду «Кабинет редкости» Гильермо Дель Торо. Мне очень нравятся постеры, мне очень нравятся названия серий. В «Американской истории» тоже были крутые постеры. И я крайне надеюсь, что там действительно будет что-то вот страшное в духе Хэллоуина, где можно, да, там и покричать, и попугаться, и понаблюдать за интересным, увлекательным сюжетом. Но «Кабинет редкости» у нас получается, это антология, каждая серия — это своя законченная история. Очень на него надеюсь. И я очень надеюсь на 1899. О, да. Это уже проект от создателей «Тьмы», и я готовлю свои мозги. Мне «Тьма» нравилась именно тем, что ты просто ломаешь себе мозг, когда пытаешься найти взаимосвязи. Ну давай мы сейчас признаемся, что мы «Тьму» так и не досмотрели. Не досмотрели, потому что перед третьим сезоном надо пересмотреть первые два. Да, и мы всё ждём и готовимся, когда у нас появится время, чтобы сесть и посмотреть три сезона сразу. Из ноябрьских проектов мы, конечно, ещё очень ждём «Вэнсдэй». Я надеюсь, что это будет, как вся семейка «Адамс», ужасно смешной, страшной, какой-нибудь очень атмосферный, красивый. И один из моих... Но трейлер красивый. Одно из моих таких желаний, долгих, я очень хочу посмотреть оригинальную семейку «Адамс», «Чёрно-белый» сериал 60-х. Ещё мы ждём... А, мы не ждём. Этот сезон уже вышел, и мы его как-то пропустили. И вообще я не ждала, что появится новый сезон. Только это английский оригинальный сериал. Это «Призраки». Вышел новый сезон, четвёртый. Это очень, не знаю, очаровательная английская комедия про семью молодую, которая живёт в доме, населённом призраками. Мне кажется, мы говорим про этот сериал каждую осень, вот с тех пор, как он начал выходить с первого сезона. Возможно, но он реально очень классный. Мы пытались смотреть уже американский ремейк, мы посмотрели одну или две серии. Это просто плохо. Плохо, да. На фоне английских призраков это откровенно плохо. Так, ребята, рассказывайте, какие мистические сериалы вы сейчас смотрите, что собираетесь смотреть, что там нового выходит. Да, тоже обязательно рассказывайте. В обязательном порядке. Может, мы для себя что-то новенькое подберём, будем тоже с вами смотреть. На этом мы заканчиваем сегодняшний завтрак. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok